С апреля следующего года, чтобы перечислить более 30 евро через интернет-банк, одной кодовой карты будет недостаточно. Понадобится дополнительное средство идентификации клиента. Это может быть электронная подпись, кодовый калькулятор или мобильное приложение. Банки решение еще не приняли. Как это отразится на клиентах, выясняла Галина Сладовник. Денежные расчеты в интернете не всегда безопасны. Следуя европейским стандартам, в будущем году банки Латвии перейдут на более строгие меры контроля платежей. Если смотреть на кодовую карту, сколько там кодов, в любом случае они повторяются. Они могут быть скопированы и использованы в корыстных целях. Строгая аутентификация предполагает, что для входа в интернет-банк будет использоваться уникальный неповторяющийся код. Кодовую карту впредь можно будет использовать только в двух случаях. При переводе суммы до 30 евро или создав так называемый белый список получателей. Нужно будет назвать банку конкретных получателей. Это могут быть счета членов семьи или счета для коммунальных платежей. Для таких платежей не нужна будет строгая аутентификация. Можно будет использовать кодовую карту. Во всех остальных случаях понадобится дополнительное средство аутентификации. Это может быть кодовый калькулятор, мобильная аппликация, электронная подпись либо СМС с кодом от банка на мобильный телефон. Если, например, раньше мошенники отправляли информацию на имейл и просили ввести пароль кодовой карты, то после введения двойной аутентификации уже не будет смысла выманивать или воровать коды. Пока неизвестно, в каком банке какое именно средство аутентификации будет утверждено. Это зависит от самих кредитных учреждений. Также неясно, как отразится дополнительная мера безопасности на кошельках клиентов. Однако кодовый калькулятор стоит, например, порядка 13 евро. А чтобы воспользоваться электронной подписью, необходимо получить ID-карту. Ее цена более 14 евро. Купить специально считыватель карт, да и сами подписи не бесплатные. 6,99 в год.